всех приветствую так ну что сегодня сделаем такой более детальный спокойный обзор моей покупки кто смотрел предыдущий ролик тот знает кто не знает расскажу вкратце что купил я на прошлых выходных такой вот интересный трактор ок вот на канале есть об этом ролик как я его забирал вот как он был доставлен ко мне домой вот в принципе купил и принципе к нему больше не подходил вот было темно как бы было не было времени скажем так сегодня уже более спокойной обстановочки сделаем его такой более детальный обзор вот ну и попробуем завести тут установлен такой интересный четырех цилиндровый дизель вот пока не знаю даже что это за двигатель будем разбираться изучать вот ну как сказал предыдущий хозяин мотор рабочий но здесь проблема со сцеплением вот так что как то так вот Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, вот такой вот дизель перед нами предстал. Ну что за мотор, я пока не разобрался еще. Вот. Есть бирки, но она какая-то очень слабо читаемая. В целом двигатель такой интересный. Раздельные головки. Вот рядный насос такой. Привод через муфточку ТНВД. Так, стоит здесь у нас насос. НШ. Радиатор. Ну, в целом, конечно, респект тому, кто сделал этот трактор. Сделано довольно грамотно. Такой простейший мост. Масленочки. Все как положено. Так. Ну, движок, конечно, интересный. Так, гидробак. Так, что у нас здесь еще? Как мы видим, отстойничек такой. Ребята, кто сталкивался с такими двигателями? Напишите в комментариях. Очень интересно ваше мнение, что за двигатель. Пока сейчас его отфотографирую. Буду искать по нему информацию в интернете. Вот. Ну, как бы хозяин говорил с какого-то погрузчика. То ли чешского, то ли болгарского. Но я не знаю. Так, как мы видим, здесь, по-моему, 53-й колокол на коробку. А сама коробка что-то похожа на 51-й газон. Ну, очень интересно сделана рама. Ну, такое подобие, как заводская. Такой добротный швеллер. Как мы видим, как бы и выгнут. Аккуратненько. Вот. Стоит раздатка А66. Наверное, здесь какие-то пониженные передачи, возможно. Но будем разбираться по ходу. Раздатка. Но мост, по-моему, это не 66-й. Это что-то такое. 51-й газон, что ли. На скидку. Так. Сейчас открою. По кабине распределитель стоит. Трехсекционный. Одна секция задействована на заднюю навеску. В принципе, простейшая панель приборов. Дворник. Сидение такое интересное. На амортизаторе. Вот. Ну, в принципе, стандартный набор тракториста. В принципе, да. Сделано все очень добротно. Скажу. Конечно, респект, кто делал трактор. Его немножко привести в порядок. Будет достойный аппарат. Но здесь надо будет полики поделать на пол. В кабине стекла есть такие обзорные. Вот. Так. Переходим к задней части. Здесь навеска. Как мы видим, тоже делалась. Она немножко не доделалась. Вот. Стоял гидроцилиндр. Рука высокого давления. Но гидроцилиндр мне тоже отдал хозяин. Он как бы тек. Надо будет заниматься. Вот. Также так интересно. Бак расположен сзади. Закрывашка сделана. Вот. Ну, в целом, вот такой вот аппарат. Аппарат из классный. Буду его приведить в достойное состояние. Все помою. Почищу. Вот. Сделаю с него конфетку. Так, ну, сегодня у нас в планах что? Попытаться завести двигатель. Очень интересно. По словам, он живой. Но, как говорится, доверяй, но проверяй. Так, вроде ничего не разлохмачено, на первый взгляд. Проводка вся в порядке. Сейчас попробуем завестись. Так что, ребята, просьба. Кто сталкивался и хотя бы знает, что за двигатель, напишите, пожалуйста, в комментах. Так, сейчас пойду за аккумулятор. Принесу аккумулятор. Попробуем стартануть. Так, ну что, надеюсь, этого аккумулятора хватит. Проследил этот проводок. Идет на свечи нокаут. Напрямую. Искры, значит, свечи греют. Ладно, сейчас попробуем завестись. Так, немножко стартанул. Все крутит, но погнало масло. Погнало масло. Сразу такой плевок масла. Здесь стоит трубка, походу, был на датчик давления масла. Датчика давления масла нет. Да, хозяин отдал панель. Так, сейчас попробуем заглушить эту трубку, потому что давление от двигателя есть. Это уже радует. Так, подкинул я в качестве заглушки такую вот панельку приборов. Ну, с датчиком давления масла. Вот, подключил на хомутик. Сейчас попробуем стартануть опять. Так, вроде забрался. Погреем свечи. Попробуем завестись. Давление пока не поднялся. Если датчик рабочий. Так, ну что, признаки жизни есть. Это уже радует. Ого! Может, солярки нет. Что-то в баке прутиком мерил. Вроде есть. Но мало. Мотор завелся. Давление тройка. Так, ну что, долго мы его мучить не будем без воды. Спал ремень. Вот. Ну что. Мотор завелся. Это супер. Ну, как бы дымит, конечно. Но долго стоял. Вот, в принципе, трактор живой. Трактор живой. Так, подали. Я вижу пружинки. Видно, с коробки. Разбила на корзину, мне кажется. Ладно, будем разбираться. В любом случае, карабас надо было снимать. Вот. Не пробовал втыкать передачу. Но там ничего не получится. Ну, мотор завелся. Это было главное. Вот. Так что. Так что, как-то так. Ну что. В принципе, все супер. Будем проводить данный аппарат в порядок. Ставить на ход первым делом. Вот. Я думаю, что получится что-то интересное. Так что, пока как-то так, ребята. Всем спасибо за внимание. Кому интересно, подписывайтесь. Следите за проектом. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok